Видите, есть по-женски, есть по-мужски. Женщина должна стремиться к настроению хорошему, не надо кукситься. Нужно перенимать его от других, потому что женская воля имеет зависимую природу. Женщина должна искать тех, у кого хорошее настроение, общаться с такими людьми, быть рядом. И тогда она тоже получает такое же настроение. А мужчина должен общаться с теми, кто зажжет его, даст ему силы идти вперед. Даст ему возможность преодолевать трудности. То есть всегда все передается от одного человека к другому. Но воля мужчины – это его воля, а воля женщины – это воля людей, которые ей помогают. И у женщины для этого есть уникальная вещь – это вера в истину. У женщины в сердце есть чувство, где правда. И поэтому, если ей просто помочь, дать силы, она тут же взлетает и все, и летит. Женщине нужно только найти, где есть истина. Дальше она включится. И она включает с помощью чужой воли. Но мужчина должен включиться с помощью своей. И это он приобретает от других мужчин. Он должен видеть включенных мужчин рядом с собой, но его никто не включит. Он включает сам себя. Когда захочет. Когда он поймет, что ему надо проснуться, а не то он потеряет эту жизнь. Когда этот мужчина понимает, он просыпается. Итак, видите, третий психический цилиндр уже очень глубоко. Это опасная вещь. Апатия разрушает полностью здоровье. Все внутренние органы разваливаются или какие-то. Допустим, есть волевая апатия, страдает печень. Есть сердечная апатия или чувство, что жизнь не имеет счастья. Это сердечная апатия. Страдает сердце. Бывает неприязнь к этому миру. Страдает поджелудочная железа. Бывает, допустим, человек не может включить себя в деятельность. Страдает позвоночник, дерево жизни. Не хочешь жить, не живи. Позвоночник это что такое? Там идет вдоль позвоночника жизненная сила. Ну, то есть, хочешь жить, делай что-то. Жизнь предназначена для действия. Женщина по-женски действует. Мужчина по-мужски. Не хочешь действовать, летит позвоночник и возможность жить. Позвоночник это дерево жизни. Вот, поэтому действуй. Жизнь это действие. Не хочешь действовать, значит, помрешь. Вот, допустим, как выглядит нежелание жить у человека. Он как бы не согласен с тем, что жизнь ему дает. Ему хочется чего-то лучше. Это значит, что он долго жить не будет. Почему? Потому что он смотрит в прошлое все время. Ему что-то нравилось раньше, а сейчас ему уже ничего не нравится. Это значит, что этот человек не согласен с жизнью. И это называется депрессией. Или подавленность, или пессимизм, как хотеть назвать. Понятно, да? Это эмоциональное поражение. Человек не согласен с жизнью. То есть, левая сторона, это женская половина. То есть, это эмоции. Он не согласен с жизнью. Если бы он, допустим, не мог жить, я не могу жить. Другие песни были. У меня ничего не получается. Там, я водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Это правая сторона уже просто разваливается. Вот, у водяного. А здесь левая. То есть, ночь яблоком стучит. Видите, сон нарушается сразу. Сон, это тоже глубокая функция психики. Если человек спать не может, ночь яблоком стучит в окно. Он спать не может. Это значит, что он неправильно относится к жизни. И неправильное отношение что значит? Смотри вперед, не смотри назад. Там, было время, был я весел. Ну, раньше ты мог сам быть весел, потому что ты был ребенок. Дети просто так веселые. А теперь ты должен сам заставлять себя быть веселым. Чем старше человек, тем меньше ему судьба будет давать подарков. С возрастом надо самому стараться быть счастливым и веселым. А судьба, может, уже не будет давать такую возможность. Мудрый человек, это какой человек? Это человек в возрасте, который веселый. Значит, мудрый. Потому что возраст не дает повода для веселья. Четвертый цилиндр психический. Характер человека. Чувствует настроение и характер? В чем разница? Да, настроение можно менять, а характер уже как бы вообще ничего не сделаешь. То есть, характер меняется очень медленно, а настроение быстрее. А настрой еще быстрее. А желание еще быстрее. Ну, то есть, чем поверхность, тем быстрее все меняется. Но характер и самоконтроль. То есть, характер это женская часть психики, самоконтроль мужская. Это одно и то же. Вот, допустим, если мужчина контролирует себя, у него какой характер? Хороший. Хороший. А у женщины хороший характер когда? Когда она себя контролирует? Забудьте. Женщина не может себя контролировать. У женщины когда хороший характер? Когда она старается всех любить. То есть, если женщина обо всех заботится, у нее будет отличный характер. Отличный характер. Но запомните, у мужчины характер подвижный. Вот смотрите. Внутренний психический, есть наружный психический цилиндр, он из двух состоит. Первый, второй. И внутренний из двух, первый, второй. Наружний у мужчины тугой. И первый, второй мужчина тугой. То есть, это значит, что у мужчины и настрой тугой, и желания тугие. Но вот смотрите, дальше интересно. Во внутреннем психическом цилиндре сила воли у мужчины подвижная. Он может ее поменять, понимаете? Он может стать волевым, если он захочет. Вот, допустим, мужчина, если захочет, его желания не будут подвижными. Если он уперся в что-то, хочет он, его не свернешь. Ему очень трудно поменять желания мужчине. Понимаете? Вот он хочет этого, и все. Хоть убей его. Трудно поменять желания. Вот заметили, да? Мужчина что-то захотел, ничего с ним не сделаешь. В Америку гад такой. Все, ничего не сделаешь, вот тут убей его, все. Никак не поменяешь, потому что тугие желания у мужчин. Но воля у мужчины динамичная. Понимаете? То есть, мужчина, если захочет бросить пить, бросит. У него воля динамичная. Но ему надо захотеть, вот в этом проблема. Помочь ему захотеть надо, чтобы кто-то помог ему захотеть. Он тогда бросит, если он захочет. Это динамичная вещь. Сила воли. И самоконтроль у мужчины тоже динамичный. Мужчина может всегда контролировать себя. Любой мужчина, вы говорите, этот мужчина не может контролировать себя. Может, если захочет. Любой мужчина может законтролировать себя. Теперь о женщинах. Запомните, женщина, даже если захочет, менять свой характер ей очень трудно. Потому что внутренний психический цилиндр у женщины, в отличие от мужчины, имеет статическую природу. Это значит, вот какой характер есть, такой есть. Допустим, женщина обидчивая. Вот у нее такой характер. Мужчины, понимаете, ничего не сделаете. И она с собой ничего не сделает. Поэтому она и выходит замуж, чтобы тот с ней что-то сделал. Она сама не может с собой ничего сделать. Но у всех женщин Бог дал характер какой? Чистый. Что значит чистый? Это значит, в характере у всех женщин проявлено нежность, заботливость, доброта. Сострадание, скромность и так далее. Понимаете, это естественное качество женщины. У мужчины характер чистый? Смеются женщины. Чистый или нет? Нет. Но мужчине легко менять свой характер. Видите, как Бог сделал. У женщины чистый характер по природе, но менять его тяжело. Ну, то есть, у нее есть чистый, у нее внутри, как бы, в основе у женщины хороший характер. Но снаружи, ну, как бы, что у нее снаружи? Капризность, обидчивость там и так далее, в характере. Это все есть. И с этим трудно что-то сделать. Но основа хорошая у женщин. У мужчины основа характера хорошая? Нет. Почему? Потому что мужчина – это тот, кто должен менять. Мужчина все должен менять. Понимаете? Поэтому он имеет характер такой тяжелый с точки зрения отношений. Мужчины у любого тяжелый характер, потому что ему надо все менять. Если бы не было мужчин, ничего бы не менялось в этом мире. Все бы было, как было. Понимаете? Но мужчина может поменять также и свой характер. Он может сделать его золотым. Вот, допустим, женщина говорит, у тебя плохой характер, я с тобой не буду жить. И это невозможно поменять. Вы ошибаетесь. И ваша ошибка будет чего стоить? Вы бросили мужика этого? Он свой характер поменяет и достанется кому? Другой тетке. А вы будете кусать себе чего? Локти. Потому что мужика хорошего найти очень сложно, который бы поменял свой характер. Если вы уже мужчину заставили поменять характер, так что его бросать? Как мужчину заставить поменять характер? Надо быть на расстоянии, как будто бросают. В этот момент мужчина включается. И начинает быстро менять свой характер, чтобы его не бросили. Знаете, вот мудрость женщины. Женщина на расстоянии, когда находится, когда думает, что я не могу, и уже не хочет с ним жить. А надо до этого не дотягивать. Надо на расстоянии раньше выходить. Типа бросаю. Но не бросать при этом. И он сразу становится хорошим. И на всю жизнь потом, понимаете? Включили мужика, все, потом пейте, чай сидите. Самоконтроль. У женщины самоконтроль подвижный, то есть слабый. А у мужчины статичный, то есть сильный. Вы говорите, а ну почему тогда мужчины пьют, вот женщины не пьют? Почему мужики пьют? Почему они развратом занимаются? Потому что мужчины, у них есть две направленности жизни всего. Или вверх, или вниз. И направленность жизни, именно она определяет, как будет жить мужчина. Поэтому женщины, вы посмотрите, куда направлен мужчина. Допустим, он крутой, статный, там много денег, но он склонен, такой в расслабухе живет. Он направлен вниз. Значит, скоро вы увидите его деградацию. Теперь мужчина, наоборот, не развитый вообще, как бы ничего нет, работы нет. Но он развивается, работает над собой. Значит, скоро вы увидите его прогресс. Что такое самоконтроль? Это значит, что мужчина будет двигаться туда, куда он двигается. У него будет поступательное движение. Если мужчина хочет балдеть, значит, будет деградировать. Если он хочет работать над собой, значит, очистится. У мужчины есть только два направления в жизни, запомните это женщины. Третьего не бывает. Или мужчина развивается вверх, или деградирует. Все. А женщина статична в плане развития. То есть, ее развивает среда, в которой она живет. Мужчина сам себя развивает. Женщину среда. Поэтому женщине нужно выбрать среду хорошую для своей жизни. Запомните. Негативные проявления, жадность, скупость, депрессивность, жестокость, непредсказуемое безверие, безволие, истеричность. Все эти вещи влияют на нервную систему человека. Это самая глубокая нервная система и гормоны. Это самые глубокие функции человеческой жизни. И они находятся в четвертом психическом цилиндре. И если мужчина ленивый, значит, будет страдать психика и нервная система. И если женщина истеричная, не хочет менять свой характер, будет то же самое. Самые глубокие функции человеческие, его адекватность, его возможность быть разумным, его возможность нормально воспринимать мир, находится там. Поэтому женщина не имеет права иметь плохой характер. То есть она имеет право быть капризной, иметь плохое настроение, имеет право. Она не имеет права быть жестокой по отношению к людям, не имеет права быть недоброй, несострадательной, неотзывчивой, неласковой, неверной. И она не имеет на это никакого права. Если эта женщина становится жестокой, неласковой, неверной, неотзывчивой, значит, она разрушает всю свою жизнь. Точно так же мужчина, который теряет самоконтроль, разрушает всю свою жизнь. Женщина должна быть лучшей половиной человечества, она должна быть доброй по своей природе. Это ее основа жизни. А мужчина должен контролировать себя. Это его основа жизни. И так люди могут жить счастливо, если они эти принципы главные понимают. Четвертый психический цилиндр или психика человека тоже лечится. Не то, что психическое заболевание означает до свидания. Чтобы вылечить психическое заболевание, нужно учиться раз в неделю ходить 4 часа или бегать 2. Нужно учиться поститься 2,5 суток на воде раз в 3 недели. И нужно учиться неподвижно, неподвижное положение тела, допустим, стоять неподвижно 50 минут. Если вы можете это делать, вы не заболеете психическим заболеванием. А если вы болеете, вы вылечитесь. Дойдете до четвертого цилиндра и все. Некоторые думают, что невозможно вылечить психическое заболевание. Почему? Потому что мало кто знает эти законы. Я вам рассказываю о законах жизни. Чем глубже человек лечит себя, тем дольше он живет. Сколько хотите столько сказать, сколько лежать, да? Хорошо. Если вы 3 часа 40 минут идете бодрым шагом или в развалочку 4, то вы, несомненно, прочищаете все свои 4 психических цилиндра, и ваша жизнь будет длиться не менее 75 лет. Это самый минимум, а скорее всего больше 80. Это надо делать раз в неделю всего. Если вы поститесь 2,5 суток, то вы прочищаете, несомненно, все свои 4 психических цилиндра. И в таком случае у вас не будет деменции, у вас не будет Альцгеймера, у вас не будет никакой старческого маразма. Вы до самой старости будете иметь ясное мышление, хорошую память, и вы будете в возрасте мудрым человеком, а не слабоумным стариком. Запомнили? Если вы поститесь 2,5 суток, раз в 3 недели, никогда слабоумие не настигнет вас. Да? А вот замечательный контроль, вы говорите, и советовал вам человеку, что он старается так. А это и есть самоконтроль. Вот смотрите, если... Это не было советом таким, вы не поняли. Я ему посоветовал разобраться с женщиной, а потом разбираться с мужчиной. Но если он с женщиной разобрался, а мужчина все равно пристает, надо ему сказать, эта женщина хочет быть со мной, не трогай ее. И если он не хочет слышать, он влияет на ее сознание, женщиной, то тогда самоконтролем для мужчины является разбить ему лицо. Это не является гневом. Это долг. Вот он не хочет это делать, но это долг. Не понимаете? Нет? Вот, допустим, на вас едет танк, вы на войне. Что для вас самоконтроль? Бежать от танка или стрелять в него? Стрелять. А кто войну? Женщины ведут или мужчины? Мужчины. Так вот, это то же самое. Мужчины иногда воюют, а иногда нет. Если мужчина тебе объявил войну, воюй. Если нет, не воюй. Понимаете? Если мужчина бежит, он теряет себя. Свою жизнь теряет. Если он идет вперед, он сохраняет себя. Бог поможет ему всегда, если он идет вперед. Но воевать можно по-разному. Не обязательно под амбразуру лезть. Есть разные тактики. Понимаете? Не обязательно ему разбивать лицо. Может, друзья это сделают, кто его знает. Я с тобой говорил, не надо этого делать. Я с тобой говорил, ну что ты так делаешь? Зачем? Вставай давай, вставай. Пойдем. Тебя мои друзья побили, потому что они меня любят. Пойдем. Больше никогда не смотри на эту девушку. Она моя. Понимаете? А так ты хороший парень, конечно. Все. Мои дорогие друзья, каждый должен делать свое дело в жизни. Мужчина мужской, женщина женская. Время ваших вопросов. Много было вопросов. Задавайте. Что вы хотели, да? Вопросик. Сейчас микрофончик, да. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста. Вам вообще читать такие лекции вам интересно было? Очень интересно. А то вы какие-то все такие. Хорошо. Да? Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а йога-нидра, пользу шаваса, не насчитывается за сдвижное положение? А вот самый лучший способ неподвижного положения тела это лечь вот так и расслабиться. И поспать. Лично. Вообще супер, правда? Неподвижное положение тела. Нет, как неподвижное положение тела, нет. А йога-нидра нужна для другого. Йога-нидра это способ приводить свои глубокие функции в порядок. Вот сейчас я вам приведу пример. Вот смотрите, допустим, само по себе лежачее положение не означает что-то плохое вообще в принципе. Все зависит от того, чего вы хотите. Вот допустим, если я хочу заглянуть в будущее своей жизни или разобраться с прошлым, то для меня самое лучшее это лежачее положение тела. Но при этом я не должен спать. В состоянии между сном и бодрствием человек очень много может почувствовать понятия своей судьбы. И для этого нужно лежачее положение тела. Если не спать, то глубокое постижение возможно, если у человека хватает на это знаний и чистоты. Понимаете, лежачее положение тела открывает другой мир перед нами, который мы просто так вот в бодрствии не увидим. Вот когда человек встает, он входит в свой контакт, в контакт с феноменальным миром в своем сознании, то есть с миром, в котором он живет. Но если он лежит, то он в другом мире находится. Он находится в мире своего прошлого и своего будущего. Понимаете, он может в это время легко сконтактировать с тем, что было в его прошлых жизнях, что будет в будущем, когда он лежит. Поэтому само по себе лежачее положение тела это хорошо, но здесь нужен самоконтроль. И что такое йога-нидра? Это когда тебе кто-то этому самоконтролю помогает. Когда твои мысли слабы, ты в лежащем состоянии сразу засыпаешь, ты не можешь себя контролировать. Тогда в этом случае кто-то тебе говорит, подумай о том, о сём, убери сердце то-то и всё прочее. И человек, когда он лежит, он в таком полудрёме находится, он может очень легко разобраться с тем, что у него внутри, убрать обиды там, настроиться правильно, понять объём работы вот своей судьбы и так далее. Вот это йога-нидра, она этим занимается. Причём это чечение организма. Вы поймите, дорогие мои друзья, попытайтесь во всём разобраться. Вот допустим, я делаю наклоны, это надо или нет? Зарядку, раз, два, три, четыре. Это надо для того, чтобы хорошо работать в течение дня, чтобы была концентрация, чтобы был иммунитет хороший, понимаете? Чтобы не заболеть гриппом, нужна зарядка. Но когда я длительно иду непрерывно, это не зарядка, это называется аскеза, которая направлена на очищение характера, на очищение здоровья и на увеличение продолжительности жизни. То же самое пост на воде длительный и то же самое неподвижное положение тела. Это не зарядка. Неподвижное положение тела выматывает человека и длительная ходьба тоже, но она вызывает очищение и продление, и улучшение, понимаете? То есть зарядку сделал, что получил? Бодрость. Длительную ходьбу сделал, бодрость не получил. Весь этот день тебя расслабить, тебя будет такой вялый день, но зато ты что получил? Победа над судьбой. Вот завтра мы не будем бодрость получать, мы завтра будем вытаскивать из глубины тяжелое и разрушать это все. Понятно мы чем? Мы завтра не будем настроение поднимать. Если кто-то хочет поразвлекаться, завтра не надо приходить. Завтра не будет развлечения, завтра будет победа над судьбой. Мы будем вытаскивать изнутри глубокие вещи и разрушать их все ненужные. Вот кто с вас в прошлый раз был на этом ретрите, я желаю всем счастья, почувствовал сильное облегчение в жизни, судьба переломилась. Вот этим для этого он предназначен. Кстати, кто не записался, то уже поздно, там мест уже нет. Но мне кажется, все равно пустят, если вы придете. На ступеньках придется посидеть. Ладно, ваши вопросы. Олег Геннадьевич, так все-таки какое упражнение просто стоять и не двигаться? Ну, если терпение увеличивать, то да. Теперь вам нужно терпение, да. не двигаться. Ваш вопрос сзади, вот девушка в белом. Мы по лекции, да, вопросы, вот по этим эмоциям, там, сила, настроение, сила воли, характер, самоконтроль, желание, мысли. Разобрались, кстати, с этими вещами со всеми? Поняли, да, где что находится? Что эмоции поверхностнее, чем мысли, мысли поверхностнее, чем настроение, а настроение поверхностнее, чем характер. у меня вопрос по поводу вот уступчивости женской, у меня наоборот как бы слишком доброе, мягкое сердце, поэтому я вот подругам могу часто уступать на работе, вот в мужском коллективе, это называется не уступчивость, это называется слабость сердца. Ну да, вот. Это не мягкость, не путайте. Слабость сердца это отрицательная черта характера. Понятно, просто я не понимаю тогда, что такое уступчивость, что такое уступчивость. Уступчивость это доброта, а слабость сердца это попустительство. Вот допустим, если человек употребляет наркотики, говорит, ну дай мне денежек на наркотики, то добрый человек ему не даст денег на наркотики, а слабый даст. Вот в этом разница. Ну то есть, если вы делаете что-то человеку, это разрушает его жизнь, это не является мягкостью сердца, это является слабостью сердца. Мягкое сердце означает сердце, которое хочет помочь кому-то. Вот это мягкое. Вот я хочу вам помочь, у меня сейчас в это время мягкое сердце. Но если вы захотите делать глупость, я буду тверд, как скала. Как только вы мне скажете, у меня завелся любовник, я сразу стану твердым, как скала. Мягкость закончится на этом. Понятно, да? Попустительство всегда от привязанности идет. Допустим, если вы не можете, не хотите терять работу, вы начинаете унижаться перед начальником. Ну, то есть, привязаны к работе какой-то. Всегда жизнь ставьте выше, чем желание. Ну, допустим, хочу вот на этой работе, но все начинают там вести себя плохо, начальник наглеет, заставляет вас сверхурочно. Это значит, вы привязаны там к этой работе. Ну, и поставьте свою судьбу выше. Скажите, я буду работать столько, сколько мне нужно. По-доброму. к нему. Это называется твердость сердца. Здесь не нужна мягкость, здесь нужна твердость, потому что включились ваши привязанности, их почувствовали и начали их эксплуатировать. Вы, допустим, привязаны к своему мужу, он начал наглеть, он начал пользоваться этим и вести себя жестко с вами. Проявите твердость духа. Здесь мягкость не нужна. Спасибо. Ну, сзади, дайте, девушки, вот сзади. Здравствуйте, Алик Геннадьевич, я в восторге, что попал на вашу лекцию. Правда, я тоже в восторге, что попал на вашу лекцию. Знаете, я вообще в восторге по отношению к вам всем. Знаете, почему? Потому что вы пришли сюда как верные люди, потому что сюда было идти опасно, ведь сейчас идет эпидемия. Не, я серьезно говорю, я не шучу сейчас. А? У меня такой вопрос к вам. Я очень благодарен вам за это, реально. Потому что кто-то же не пришел, вы знаете об этом? Потому что он побоялся. Но вы пришли и вы защищены. Я вам дал вот это. 100% я никогда не допущу, чтобы здесь распространялся вирус рядом с вами. Будьте уверены, что это вам помогает. Это так, это 100%. Я вижу, кстати, если бы кто-то из вас болел именно этим вирусом, я бы здесь это увидел и сказал бы им. Я знаю, здесь есть люди, которые болеют вирусами, но не этим. У меня такая проблема, я хочу набрать вес. Вот. У меня не получается. Я заберу. А зачем вам набирать вес? Ну, потому что у меня нет сил, допустим. Если у вас нет сил, тогда длительное движение совершать. У вас будут силы. Вот. Я следую вашим советам. Могу в йоге стоять. Нет, нет, это не нужно. Нужно длительное движение совершать, чтобы иметь силы. 40 минут бега. Мало. У вас зажим находится на третьем цилиндре. Только после часа 20 бега вам станет легче или в два раза больше ходьбы. А еще вес не терять? Вы его будете не терять. Если вы будете бегать час 20, вес теряться не будет. Но вы не будете толстый никогда или полный. Будь стройной. Стройность это признак долголетия. Но потеря веса это плохо. Понимаете, человек теряет вес от слабого пищеварения. Пищеварение разжигается точно так же, как разжигается в топке огонь с помощью воздуха. Как сделать огонь горел? Нужно мяка качать или дать тягу в трубу открыть. У нас там есть огонь пищеварения. Эта тяга открывается с помощью длительного движения. То же самое происходит, когда женщина беременная. Что такое токсикоз беременности? Это когда у женщины не хватает сил давать ребенку достаточно пищеварения, огня пищеварения. То есть не переварится достаточно энергии, пища и токсины начинают в организме жить. Чтобы не было токсикоза, женщина беременная должна просто длительно ходить, не торопясь, спокойно. И у нее никогда не будет токсикоза. Длительное движение. Вот у меня есть одна знакомая, она раз в неделю, будучи беременной, ходила по 4 часа. И у нее родился ребенок с очень крепким сердцем, заносливый, сильный ребенок, такой здоровый. Почему? Потому что она не только его, не себя, но его тренировала. И у нее не был никогда токсикоз. Токсикоз означает, в топке не хватает воздуха, понимаете, нужен воздух для пищеварения правильного. То же самое и у вас. У вас не хватает огня пищеварения, у вас холодный организм. Вам нужно его разогреть с помощью длительного движения. 40 минут недостаточно, вы находитесь только на первом психическом цилиндре, это слизистые оболочки, а вам надо дальше идти, понимаете. Если хотите быстрее, тогда ходите. Ходите по 3 часа, не бегайте по 40 минут, это легче ходить по 3 часа, но вы сразу же достигнете цели. А чтобы на всех 4 цилиндрах прочистить, сколько нужно делать? И какой вы продолжите? 1.50 Для меня? Для всех. Чуть меньше, чуть больше. Так примерно. А если вы идете бодренько, спокойненько идете, не торопясь, 4 часа, а бодренько 3.40 минут. Раз в неделю? Раз в неделю достаточно. Да, можно вылечить любое психическое заболевание длительным движением. Вот смотрите, если психическое заболевание, допустим, шизофрение, скорее всего, это от напряжения в организме. Напряжение лечится неподвижным положением тела плюс длительное движение. Понимаете, час неподвижного положения тела для гарантии и 4 часа ходьбы, до свидания, психическое заболевание. Это 100% я вам говорю. Причем на 3 часах ходьбы у человека с психическим заболеванием начнется очень большая трудность. И точно так же на 45 минутах стояния. Понимаете, потому что отключится лечение 4-го психического цилиндра. Ему будет это трудно делать, но постепенно со временем он сможет. ходьбу плаванием заменить нельзя, потому что когда человек плавает, у него идет контакт с водой. Вода чистит организм быстрее, чем движение. И это значит, что за час пребывания в воде вы замерзнете, но движением не прочистите тело. то есть идет дисбаланс в этом плане. Если вы будете плавать в теплой воде, тогда вы можете попробовать это сделать, но все равно даже теплая вода быстрее чистит, чем движение. Поэтому вы не дойдете до 4-х цилиндров, вы не захотите так долго быть в воде просто. А сидение в лотосе очищает. Я говорю стоять, потому что это самое легкое, понимаете, стоять легче всего. Сидеть тяжелее. Но разные положения тела не дают разное очищение. Там есть всегда неподвижное положение тела означает терпение. Но есть разные виды терпения. Например, когда человек просто стоит вот так вертикально, он терпит как дерево. Что это значит? Это значит, что если есть человек рядом с тобой живет, и ты его не перевариваешь, ты стоишь неподвижно и начинаешь переваривать. Когда человек стоит на коленях, кто может принять? Другими словами, если ты не принимаешь этот характер, если ты стоишь на коленях, то ты можешь полностью принять его характер. То есть тебе не надо терпеть вообще, нормально к нему относиться. Если ты садишься вниз и сидишь на голенях, это называется пол за алмазом, то тогда тебе даже принимать не надо, ты просто преодолеваешь проблему. То есть у тебя включается волевая функция, и ты своей волей преодолеваешь проблему. Допустим, тебя хотят под суд отдать, посадить в тюрьму. Тогда надо сидеть в позе алмаза и читать молитву. И ты вот этой позе алмаза можешь пробить вот эту возможность, тебя посадить. Понимаете? Вот есть поза бабочки, когда стопы вместе, колени брось. Эта поза бабочки, она умиротворяет все вокруг человека. Вот, допустим, у человека буйное половое желание, допустим, у мужчины. Он может в позе бабочки полностью нейтрализовать его. Ну, то есть он будет спокоен, будет контролировать свое пожелание. Это для монаха, монахи этим занимаются. Или у женщин, допустим, поза бабочки, она, ее как бы гормональные функции, вот у женщины все, что связано с ее как бы вот этими желаниями, они все приводят, превращаются это в боль, в болезни придатков. Вот она в позе бабочки сидит, у нее все болезни проходят, и у нее психика становится спокойной. И еще поза лотоса, то есть одна стопа на другой, нога на другой, так, или две. Поза лотоса дает концентрацию внимания. Если вы хотите на чем-то сосредоточиться, то поза лотоса концентрацию усиливает сотни раз. Все вот основные статические упражнения я вам рассказал. Есть еще такие нетрадиционные, непредназначенные для молитвы, это когда ты, допустим, поза березки, то есть ты, ну, шея как бы лежит на полу, а ноги кверху. Это положение тела, оно дает человеку очень глубокий отдых организма. Если человеку очень тяжело трудится, то вот это положение тела, оно дает ему максимальный отдых от тяжелого, особенно умственного труда. И так далее. Это целая наука. Много положений всяких, которые помогают человеку в жизни. Вот это положение тела, когда ты сидишь, ноги вытянул, и вперед нагибаешься. Это положение тела дает максимальное расслабление позвоночнику и лечение его. Допустим, у тебя позвоночные грыжи, или в позвоночнике, допустим, там остеохондроз какой-то. Если ты научишься 40 минут вот так вот, не двигаясь, долго согнувшись лежать, после этого надо потом наклоны еще поделать, иначе потом не разогнешься, то тогда в этом случае у тебя все грыжи эти вылечатся. Вот вперед, садимся и нагибаемся вперед. Болезнь Бехтерева, значит, нужно до 50 минут доводить. Вот это вот. И все, и он вылечит свою болезнь со временем. Ну, сначала каждый день он больше 7 минут так не просидит. Вот он сядет, нагнется чуть-чуть, он долго не сможет далеко нагнуться, 7 минут пройдет, он не сможет, ему будет тяжело очень. Каждый день. Потом 8 минут, потом 9 минут, потом 10 минут. Когда он дойдет до 35-40 минут, болезнь его начнет вылечиваться. Мои хорошие, я лекцию не для вашего родственника читаю. У меня есть врач, приходите к нему, спрашивайте. Значит, 3 апреля я прочитаю лекцию, как развивать решимость в достижении цели. Приходите, послушайте. 4 апреля будет бизнес-семинар «Независимость и зависимость лидера». Где быть независимым, где зависимым. И там же поговорим о современной ситуации в мире. Вот на этом 4 апреля я расскажу, ну, как бы свое видение, понимание, зачем вот этот все кризис идет, как бы. Я не буду говорить политику там, кто прав, кто виноват. Я буду просто говорить о ситуации, которая сложилась на земле с точки зрения деятельности. А какая ситуация на земле сложилась с точки зрения деятельности? Тяжелая. Все должны это понимать. Не в России, понимаете? На земле. Это коснется разной степени всех. И как Господь начал действовать, с чего? Как Он людям показал, что они беспомощны перед Ним? С помощью вируса, Брестово. Понимаете, и люди все, и ничего не могут сделать с этим. Все странно парализованы. Так начался этот тяжелый период. Зачем он нужен? Узнает 4 апреля. Но я не могу за 5 секунд вам это рассказать. 8 апреля Инга Дрим проведет семинар с сокровенно о мужчинах, только для женщин. 13 апреля будет спектакль «Я счастье» театр «Ните». Приходите, посмотрите, как люди воплощают мои лекции в жизнь, в игру. Хороший очень артист. Все подробности в сайте психологии Ирины Медведевой. Благотворительный фонд «Пища жизни» кормит бездомных, занимается поддержкой. Здоровый образ жизни, жертвуйте. Решите делать добрые дела. Ну, спросите. Вот девушка сильно хочет спросить. Конечно, с 13 лет я тоже хочу спросить. У меня в 13 лет случился гормональный сбор. И мама с бабушкой растерялись по времени детского психиата. Я точно знаю, что я здоровая, абсолютно здоровая. Но так как… То есть вы поправились резко, да, в этом время отчет? И у меня дефолит приполярное расстройство. Кто-то эвфория, кто-то депрессия. Эвфория, депрессия. То есть, как вы сказали, я сегодня услышала половину ответа на свой вопрос. Значит, я в прошлой жизни не справилась с чем-то. И теперь… Абсолютно точно. Абсолютно точно, да. Если я не писала песни, не пела бы, не писала стихи, не выступала, я тоже точно поехала давно. Вот. И мне, значит, препараты, драматиник и нейролюбтик. Драматиник, он пивает печень, а нейролюбтик, ручки наоборот. Длительное непрерывное движение, длительное непрерывное… А в связи никогда, как я без них спать не могу уже? Длительное непрерывное движение, неподвижное положение тела. Ходить 4 часа, стоять час. А как аккуратно с подвижек, ну, не могу из них вообще теперь? Я никогда не оказывалась его убить, но потом… Длительное непрерывное движение, неподвижное положение тела. Когда вы дойдете до этого количества движения, бестояния, то пройдет 2-3 месяца, и вам уже не понадобится лекарство. 2-3 месяца совершения этой аскезы, и все. Знаете, почему вы второй раз меня спросили? Потому что вы не знаете то, о чем я говорю. Вы не знаете, потому что у вас нет опыта. То есть вы не верите мне. Вы верите мне, как человеку. Но вы не верите, что это вам поможет. Потому что у вас нет опыта. А вы пробуете, и вы увидите, что это работает. Понимаете, в психике у вас внутри находится напряжение. Психика находится на 4-м психическом цилиндре. Это напряжение связано с чем? С вашим характером. У вас безудержный характер. Вот эта болезнь там же находится. Есть такое. Вот эта болезнь находится там же. 4-й психический цилиндр. Он лечится с помощью аскезы. Там напряжение. Напряжение убирается с помощью длительного движения и подвижного положения тела. Все. Это наука, понимаете? Делайте и получите. Спасибо. Спасибо. А вот если уже последствия, то в зависимости от последствий. Бывает, что у человека разрушен мозг, нервная система. Понимаете? Я тут уже не могу помочь. Есть разная степень психического заболевания. Если человек уже, ну как бы все, то тогда все. Ну а все-таки, если последствия, к примеру, инсульт. У вас есть какая-то рекомендация о участии в движении? То же самое. Вот у меня есть один знакомый. У него был инсульт. Он пролежал 3 года, и он лежит до сих пор. И у него только двигается одна кисть. Я пришел к нему, он говорит, я хочу умереть. Я говорю, зачем? Он говорит, а что вот жить? Я не могу двигаться. Я могу только разговаривать и кистью двигать. Я говорю, я бы на твоем месте уже давно бы встал. Он говорит, а что мне надо делать? Я говорю, тебе надо двигать кистью 4 часа в день. И у тебя начнет двигаться сопястье. Потом начнет двигаться предплечье. Потом рука. Потом плечо. Потом дальше. Вот здесь вот все начнет двигаться. Потом дальше, дальше. И так у тебя будет двигаться все. И тебе надо на это всего полтора года. Но ты просто лежишь и цачкуешь. Спасибо. И еще один вопрос. Вы рассказывали про характер, про болезнь, уровни. А вот с точки зрения профессии и работы, влияния работают... Вы поняли еще раз, что у человека, когда он парализован, ему просто не хватает энергии для восстановления нервной системы. Нервы прорастают сами. То есть им это не проблема. Нужна энергия. Энергия доставляется в нервную систему только через 3 часа после начала движения. Вот он рукой начал двигать, прошло 3 часа, и дальше это идет уже в нервы. И дальше час идет в нервы. Это значит, что весь день у него нервы будут расти. А может быть даже не день, а гораздо больше. Потому что вот такое движение 4 часа достаточно раз в несколько дней. Вот одной кистью имеется в виду. И все, и дальше больше, больше он двигается. И все, он оживает. Так Дикуль себя спас. У него же была полная парализация. Он длительно, непрерывное движение пошел, и все, человек начал восстанавливаться. Хочешь жить, живи. Лимфатическая это первый цилиндр. Лимфатическая система это первый психический цилиндр. Это 40 минут бега, 25 минут неподвижного положения тела. Плюс пост. 40 минут бега, можно каждый день. И плюс пост. Сутки. Раз в неделю. Все. До свидания, лимфатическая система проблема. Ладно, все, мои хорошие. Уже время. О, это серьезно, да, мужчина сказал, значит. Хорошо, ладно. Но я же вам говорю, что на это просто напряжение внутри. Ну, то же самое. Длительно движение. Я понимаю, вы можете сказать мужу, что я могу не принимать таблетки, если... Нет, вы не можете не принимать таблетки. Вы должны сначала научиться 4 часа ходить и час неподвижно стоять. А потом у вас начнутся изменения в организме, которые будут выражаться в том, что вас сильно расслабит психически. Как это увидит муж? Он увидит, что у вас стало меньше беспокойства, которое он это замечает от вас. Что у вас появляется лучше сон. То есть вы перестанете поздно укладываться ко сну. Это будет еще одним признаком. Понимаете, когда все эти признаки вот вашего спокойного поведения придут в вашу жизнь, тогда вы начнете потихоньку сокращать таблетки. А отменять их просто так. Никто не говорил на этой лекции. Это ваше неправильное восприятие. Спасибо. А может, когда вы стоите и облокотитесь на стенку? Просто стоять. Просто стоять, да. Не взято к этому. Ну, облокотитесь на стенку, конечно. Облокотилась, вот я, допустим, облокотился, посидел. Но это не статика, понимаете? Вот, допустим, можно во время поста на воде чуть-чуть меда? Можно. Но это уже не пост на воде. Это уже пост с медом. Это другой пост. Все можно, понимаете? Но только результат другой. Все сели прямо. Я вам советую, больше искать вот в интернет. Молитв разные. Мы будем под ту же самую православную мелодию с вами повторять. Я желаю всем счастья. Сейчас я вам включу одну молитву мусульманскую, которая мне понравилась. Почему? Потому что люди очень вдохновенно поют и молятся Богу в это время. И я просто это сделаю для того, чтобы вас вдохновить вот на это творчество, духовное творчество, понимаете? Когда люди вместе собираются и поют о Боге, совместное вот это пение о Боге является самым лучшей практикой победы над судьбой в наше время, в нашу эпоху, в которой мы живем. Для того, чтобы вы сами собирались вот между собой и просто вместе молились Богу. Это будет самое лучшее время в вашей жизни. Потому что именно совместная молитва вот такая с музыкой, с пением, именно с пением, это называется воспевание, как молитва, как воспевание, является жемчужиной победы над судьбой. Это самое сильное, что может победить судьбу в наше время. Это предсказано Священным Писанием. Понимаете? И они вот это сделали. То есть они собрались вместе и начали пение с помощью песнопений побеждать судьбой. Поэтому очень могущественно вот этот вот звук, вот это вот, его называют звуком, или благодать Божья, или дзень, это на разных языках. И они достигли этого звука здесь. Послушайте свое сердце еще раз. Этот звук, когда вы услышите, этот звук, побеждающий судьбу. Звук вот этого вот чистого такого совместного пения, который вот таким звуком А, таким глубоким, или АУМ, или, ну, то есть это один и тот же звук на разных языках, который является звуком, побеждающим судьбу. Послушайте еще раз. Понимаете? Это звук веры человека, или звук веры в справедливость Бога и победы над всеми трудностями. Вот этот звук. Но только он вместе, когда люди поют, он создается. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...